Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и сегодня мы с вами посмотрим обзор самых интересных партий четвертого тура командного чемпионата Европы, который проходит в грузинском городе Батуми. Сегодня я вам покажу, как обычно, пять самых интересных поединков, ставим лайк, подписываемся на канал по нашей доброй традиции и приятного вам просмотра. Сегодня в четвертом туре командного чемпионата Европы играли команда Армения против команды Украины, команда Англии против команды Голландии, Турция играла против России, Азербайджан против Чехии, Испания против Хорватии, Греция против Германии, Грузия против Словении, ну и все остальные пары вы также видите на ваших экранах. Сегодня мы с вами посмотрим шесть интересных партий, я захватил две партии нашей российской сборной, две партии украинской сборной и две партии на свой выбор. В конце вас ждет, как всегда, самая красивая, на мой взгляд, партия. Белыми играл Даниил Дубов, черными играл Мухаммед Батухан Дастан. Понятно, что Россия играла против Турции и Турция, конечно же, по классу игры уступает нашей сборной. Но посмотрим, что происходило в партии. Итак, Даниил Дубов сыграл Конь Ф3, Мухаммед Батухан Дастан ответил Д5, Ж3, Ж6, Слон Ж2, Слон Ж7, Д4, С6. После рокировка Конь Ф6 на доске у нас защита Грюнфельда, С4, ДС, Конь С3. Рокировка, белый захватывает центр, играя Е4, ну а черные играют Слон Ж4, связывая коня. После H3 вынуждается размен Слона на коня, Слон Бьет Ф3, Слон Бьет Ф3 и черные играют Е5. Все это опять же такая вот хорошая теория, то есть жертва пешки после ДЕ, Конь Д7, черные контратакуют пешку на поле Е5 с всеми своими силами. И здесь правильнее всего играть Е6, скидывать пешку. После ФЕ Слон Е3, белый, как мы видим, заканчивает развитие. Ну и у черных не очень хорошая пешечная структура, но позиция примерно равная. Итак, Конь Е5, Слон Е2, Ферзь Е7, Ф4 и черные прыгают конем на поле Д3. И только здесь последовала новинка от Даниила Дубова ход Е5, перекрывающий, соответственно, диагональ Слону на поле Ж7. В партии предшественницы, которая игралась между Шинкевичем и Девяткиным в Санкт-Петербурге в 2011 году, там белые играли Ферзь Б1. Вот таким вот интересным образом, но черные играли Е5. После Слон Бьет Д3, СД, Ферзь Бьет Д3, ЕФ, ЖФ, черные эту партию выиграли. Не мудрено, потому что Слон на поле Ж7 достаточно силен. Ну и Конь выходит на поле Д7, в принципе, у черных здесь хорошее развитие, но понятно, что Девяткин просто играл эту партию еще вдобавок и сильнее, потому что у него на 100 пунктов рейтинга больше. Итак, после Конь Д3, Е5 играет Даниил Дубов, Конь А6, Конь Е4, Ладья Д8, Ферзь С2 и Б5. Положение очень сложное, мы видим, что Конь на поле Д3, конечно же, у черных очень силен. С другой стороны, белые пока могут его подрывать ходами Б3, А4 и Даниил Дубов именно этим и занимается. Пока он играет А3, не пуская пешку на поле Б4, и вот здесь Мухаммед Батухан-Дастан ошибается уже на следующем ходу, играя Конь С7. Совершенно не туда уводит он Коня, понятная идея воцарить Коня на поле Д5, но намного сильнее было сыграть Конь С5. И здесь позиция была бы примерно равной, потому что Конь поддерживает Коня, не дает пойти Б3, такой вот подрыв теперь уже невозможен просто. Слон бьет Д3, Конь бьет Д3, Б3, СБ, Ферзь бьет Б3, Ладья Д5, показываю возможное продолжение, Конь на поле Д3 держится красавчиком, Ладья Д1, Ладья Д8, черные вцепляются в этого Коня. После Конь С3, Ладья Д7, Конь Е4, Ладья Д5 можно уже заканчивать игру повторением позиции, Конь С3 и так далее. Но если белые хотят поиграть на победу, то после Конь Д6 их может ждать жестокое разочарование. Кажется, что белые вроде бы воцарили Коня на поле Д6, Конь на поле Д3 атакован, и тут следует жесточайший ход Конь Б2. Очень красивый и неожиданный, и который, мне кажется, очень легко просмотреть за белых. Смотрите, друзья, в чем идея. Идея в том, что Ферзь на поле Б2, если возьмет Коня, то он будет заманен под слона на поле Ж7. То есть, с другой стороны, а что делать? Ведь черные напали на Ладью. Ну, надо играть, Ладья бьет Д5, ЕД. И теперь вновь, если берем на Б2, то следует, конечно же, взятие Ферзь бьет Д6. Конь бьет Б5, отдаем жизнь Коня подороже. Но здесь после точного хода Конь С4 все зависает у белых. Конь Д4, Конь бьет Е3, Ферзь бьет Е3. И после Ладья С8, если мы приглядимся, то позиции абсолютно равные. Пешек поровну. У черных отличная контр-игра, связанная с движением пешки С. Так и нужно было играть здесь черным. Но они сыграли после А3 Конь С7. И после Б3, видите, нарушилась гармония. Вот как раз ход Конь С5 был нужен для того, чтобы не было хода вот этого Б3 подрывного. После Конь Д5, С2, Даня Дубов увел своего слона. Конь Б6, БЦ, БЦ. А теперь пешки черных слабы на ферзьевом фланге. И после слона Ф3, Ладья Б8, Король Х1, Ладья Д7. Еще одну ошибку совершает, значит, Мухаммед Батухан-Дастан. Ну, понятно, что класс игры несопоставимый. Но все-таки ферзь Д7 нужно было играть. На слон Е3, Король Х8, увести короля. И проблема здесь в чем? Потому что белые могут сыграть слон Б6, АБ и забрать пешку на поле С4. Теперь мы видим, что белые пешку отыграли, потому что они до этого ее пожертвовали. Ну, после Б5, ферзь С2, С5, Ладья Б1, С4. Черные вроде бы опять же надвигаются, но у белых есть очень неприятный контрудар А4, дающий им перевес. После БА, ферзь БЦ4, пешечная структура дробится. А3, Ладья Б8, Ладья Б8. Ну и показываю примерное развитие событий. Ладья А1, Х5. И черные еще здесь, что называется, могут барахтаться. Хотя позиция их, конечно же, похуже. Пешку на поле А3, конечно, сразу брать опасно. Там Ладья вторгается на первый ряд. Ну, вот позиция получалась именно примерно такого типа. После Ладья Д7, значит, черные так сыграли. Даня Дубов играет слон Е3, угрожает уже взятие и взятие пешки отыгрыш. Конь Д5, слон Ж1. Данил Дубов не отдает, соответственно, не отдает своего преимущества двух слонов. И А4, значит, конь Б6 последовала. Здесь еще жестче вместо хода А4, как сыграл Данил Дубов, было просто сыграть А4 с идеей А5. Теперь на А5 просто взяли, взяли и взяли. И здесь проблемы большие у черных, потому что у них слабая пешечная структура. Слон идет на поле Ж4, конь идет на поле Ж5, слабость на поле Е6, слабость на поле С6. Короче, целый комплекс слабостей в лагере черных. Если же после конь Б6 можно было сыграть и слон бьет Б6, также на АБ ферзь бьет С4, тоже забрать пешку. И здесь позиция также у белых предпочтительней. Но Данил Дубов играет А4, играет по всей доске. Значит, дает возможность черным высказаться. Ладья Ф8, слон Ж2, А6, слон А3. Неспеша, как мы видим, Данил Дубов прицеливается уже к слабости на поле Е6, готовя вот этот самый размен и взятие на поле С4. Ладья Д5, А4, угрожая ходом А5. Конь Б4, ферзь Е2, нападая на пешку на поле С4, нападая на Ж4 с дальнейшим на Е6 и на Ж6. Ну и черные здесь совсем растерялись. Правда, спасения уже особого не было. Правильно было играть Ладья А5. Точный ответ, нападать на пешку на поле А4. Ну, после ферзь Е4, король Х7. Черные держатся еще как-то худо-бедно, но пешка на Е6 уже падает. Преимущество двух слонов, опять же, никто не отменял. Позиция у белых явно лучше. Но после ферзь Е2, ладья Д3 сыграл, значит, турецкий гроссмейстер. И зевнул дальний ход слона. Даня так и сыграл, слон С5. И здесь все зависло. Завис конь, завис ферзь, зависла ладья. Здесь соперник просто-напросто сразу же сдался. Ну что ж, здесь особой борьбы не получилось. Данил Дубов продемонстрировал гораздо более высокий класс. Это и не мудрено. Все-таки по рейтингу Данил Дубов опережает своего соперника, значит, более чем на 120 пунктов фиде. Ну и посмотрим теперь, соответственно, еще за одной партией. Понятно, что Данил Дубов этой победой открывает, соответственно, счет нашей команды. И наша команда выходит вперед. Ну а мы с вами идем дальше. Белыми играл Никита Витюгов. Черными играл Эмре Кан. Итак, первая доска. Встречаются у нас лидеры. Опять же, понятно, что Никита Витюгов также с рейтингом более чем 130 пунктов фиде опережает своего соперника. Ну и посмотрим, что происходило в этой партии. Д4, конь Ф6, С4, Е6, конь Ф3, Д5, Ж3, ДЦ, слон Ж2, С5. На доске у нас каталонское начало. Рокировка, конь С6, ферзь А4, слон Д7, ДЦ, конь А5, ферзь А3. Итак, все это опять же теория. Мы видим, что черные последним ходом напали на ферзя. Белый ферзя увели на поле А3 и пока временно держат пешку на поле С5. Владица 8, слон Е3. Белые вгрызаются в эту пешку. Б6, следует подрыв, ну взять нельзя, потому что связка. И конь Д2 новинка последовала здесь от Никиты Витюгова. Партия предшественницы, которая игралась между, значит, Киндовом и Златиловым еще в далеком 1988 году. Белые играли Б4. После ЦБ, АБ, конь Д5, конь Е5, конь бьет Е3, ФЕ, Ф6, конь бьет Д7, ферзь бьет Д7, Б4. Белые эту партию выиграли. Ну, понятно, что здесь черные наделали кучу ошибок. Сейчас конкретно пешка на поле А7 потеряется. Слон на поле Ж2 очень мощный и так далее. Итак, конь Д2 играет Никита Витюгов. Следует, слон бьет С5, слон бьет С5, ладья бьет С5, ладья С1. После ферзь Е7, теперь уже Б4 играет Никита Витюгов. Вилка, вынужденный размен, ЦБ. После ладья бьет С5, ферзь бьет С5, ферзь бьет С5, БЦ, АБ. На доске у нас, как мы видим, сразу же как Мамай прошел. Позиция упростилась. Ладья атакует коня. Конь С6, конь Е1. Слон атакует коня. Конь Д5, перекрылись. Конь Д3, напали на пешку. И все-таки точнейшей игрой мы видим, что Никита Витюгов выигрывает пешку. После король Е7. Так, не выигрывает, отыгрывает пешку. Значит, конь бьет С5, позиция примерно равная. То есть белые отыграли пешку. Получается Эншпель. Абсолютно равный. Ладья Б8, конь бьет Д7, король бьет Д7. Е3, ладья Б5. Слон Ф1, ладья А5. Ладья С1, пока избегает размена Никита Витюгов. Понятно, что он белыми играет на победу. Конь Б4, конь Е4. Ф5, конь С5, шах. Король Е7, конь А4. Но черные очень крепко встали. Конь взаимно защищает друг дружку. Конь на поле С6 защищает пешку на поле А7. И защищает собрата на поле Б4. И понятно, что без ошибки черных белым эту партию не выиграть. Король Д6, Ф4. Пока Никита Витюгов накатывает пешки. Ладья Д5, конь Б2. Ладья С5, слон С4. Конь А5, ладья А1. Конь С2, ладья А2. И вот здесь наконец-то наступил критический момент в партии. Здесь может быть турецкий игросмейстер переоценил свою позицию. Или что-то недосчитал. Но понятно, что если сыграть, например, конь Б4. Это позволяло продолжать бороться. На ладья А1, конь С2. Лыка Мачао, начиная с начала, повторение позиции. А если после конь Б4 сыграть ладья А4, нападая на коня, то конь вновь уходит назад и все защищает. Ну или конь АС6. Скорее всего так сильнее сыграть конь АС6. И вот таким вот образом, опять же, друг дружку кони поддерживают. Пешку на поле А7 не отдаем. Но позиция абсолютно равная. Самое главное, что коня на Д3 еще не пускаем. Да, действительно, вот именно конь А, значит, С6 нужно играть. Конь БС6 ошибка. Итак, ну после ладья А2 было сыграно конь бьет Е3. Вот так вот пожадничал, значит, турецкий игросмейстер. И неожиданно выяснилось, что после простого хода конь Д3 зависает у белых ладья. Если ладья уходит, то теряется конь. И в итоге белые остаются с лишним качеством. Ну, удивительно, что гроссмейстер уровня 2600 без одного пункта допустил такой зевок. Значит, конь бьет С4. БС. Теперь ладья атакована. Если ладья уходит, повторюсь, теряется конь. Поэтому пришлось играть без качества. Но здесь после ладья А6 еще одного точного хода. Пешку на поле С4 черным не забрать, потому что висит конь. В результате Никита Витюгов, пользуясь полнейшим цуксвангом со стороны черных, просто подводит короля, перегруппировается ладьей, дает шаг, играет С5. И здесь, ввиду угрозы ладья Д6 с дальнейшим продвижением пешки, черные просто сдались. Ну, вот такое вот действительно очень странное, какое-то нервозное, наверное, скорее всего, поражение. То есть, может быть, Эмрек Кан посмотрел, как идут дела на других досках у своих соперников. А в то время как раз уже, значит, Даниил Дубов самым первым выиграл партию у Мухаммада. И таким вот образом Эмрек Кан, может быть, решил рискнуть или что, поиграть на победу, взять пешку на поле Е3, попытаться играть на победу. То есть, отыграть очко, которое, соответственно, уже уступала Турция. Ну, вот видите, к чему это привело. Это привело к еще большему краху. Таким образом, значит, на данный момент, когда я сейчас комментирую эту партию, Россия со счетом 2-0, значит, ведет с командой Турции. Ну, а мы с вами идем дальше и посмотрим теперь, соответственно, наших братьев из Украины. Идем дальше. Итак, Украина играла с Арменией и оба, значит, обе этих страны шли на лидирующих позициях. И в этой встрече очень многое решалось. Сразу скажу, что партия, опять же, значит, Василия Иванчука и партия лидера армянской сборной Ливона Ароняна не попала в мой обзор, потому что там не было ничего особо интересно содержательного. То есть, там соперники быстренько немножечко упростили позицию, закрыли игру и начали ходить туда-сюда без особого плана. И достаточно быстро согласились на ничью. В то время как на других досках этих команд разворачивались удивительные события. И я, соответственно, о них вам и решил рассказать. Итак, белыми играл Владимир Анищук, черными играл Хайк Мартиросян. Е4 играет украинский гроссмейстер. Е6, Д4, Д5, конь С3, слон Б4, ЕД, ЕД. И на доске у нас очень редкий, на самом деле, дебют, который встречается в партиях супергроссмейстеров. Французская защита, разменный вариант. Слон Д3, конь Ф6, А3. И здесь последовала очень странная новинка от Хайка Мартиросяна. Но, мне кажется, опять же, все это легко объяснимо тем, что правильно здесь по теории забирать коня на поле С3, портить белым пешечную структуру. И после рокировка получается заезженная, что называется, табия вот этого вот варианта. Французская защита, разменный вариант. Здесь, скорее всего, Хайк Мартиросян решил поэкспериментировать. Отводит слона на поле Е7. Но этот ход неудачный. После Ф3, рокировка, конь Е2, С6, Х3, конь Д7. Слон на поле Е7 особо никаких дивидендов в черном не приносит. Белые играют с Ж4, сразу же, значит, накатывают своими пешками от позиции собственного короля. Но, видите, что король пока остается в центре. Конь Е8, слон Ф4, конь Д6, рокировка, ладья Е8, ладья Е1, конь Ф8, конь Ж3, конь Ж6. И вот здесь уже белые ошибаются, уводя своего слона на поле С1 и допуская ход конь Х4. Очень неприятный. Здесь правильно было сыграть слон Е5. И на ладья Ф8, конь Х5, прицеливаясь к пункту на поле Ж7, конь бьет Е5, ДЕ, конь Е8, конь Е2. И позиция получалась примерно равной. Но слон С1 отступает, значит, Владимир Анищук. Следует ход конь Х4, ферзь Х1, Ф5. И черные захватывают инициативу, потому что ферзь на поле Х1, ну, особо никакого участия в игре не принимает. Ф3, ладья Ф8, конь Е2, конь Ф7, С3, слон Д6, ЖФ. И вот здесь, опять же, наступила пора ошибиться черным. Сразу скажу, что оба игрока играли достаточно небезошибочно, но при этом интересно. Ну, здесь правильно было просто за черных закончить развитие. После слон Д7, С4, белые подрывают, например, центр, показывают возможный план. ДС, слон бьет С4. И просто играем король Х8 с дальнейшим ферзь С7, ладья Е8. И видно, что у черных позиция явно лучше. То есть у них два слона направлены в сторону короля. Ферзь на поле Х1 вообще никакого участия в игре не принимает. Он просто вырезан из игры. Здесь у черных был перевес. Но после ЖФ сыграл конь Х6. Значит, Хайк Мартиросян позволил белым разменять слона на коня. И изуродовать, соответственно, черным пешечную структуру. Оголить короля. После Ф4, слон Д7, король Х2, король Х8, ферзь Ж1. Последовала еще одна грубая ошибка. Ход ферзь Ф6. Вот ничего не мешало, соответственно, здесь черным отыграть пешку. После конь бьет Ф5, конь бьет Ф5, слон бьет Ф5, слон бьет Ф5, ладья бьет Ф5, ферзь Ж4. И теперь уже ферзь Ф6 с дальнейшим где-то ладья Ж8. Позиция была бы примерно равной. Абсолютно, я бы сказал, равной, потому что нету хода конь Ж3, ввиду того, что черные навалились на пешку на поле Ф4. А вот после хода ферзь Ф6, ужасного Зевка, как сыграл Хайк Мартиросян, белый перехватывает инициативу, потому что они перестраивают свои фигуры. Конь Х5. Выясняется, что ферзь атакован, ничего он взять не успевает. И на ферзь Ф7, конь Ж3. Кони начали взаимно друг дружку защищать, и теперь черным, значит, можно только мечтать о том, чтобы отыграть эту пешку. Понятно, что брать сейчас на поле Ф5 нельзя. В этом случае будет провисать мат на поле Ж7. Например, конь бьет Ф5, ну, можно показать, да? Конь бьет Ф5, допустим, конь бьет Ф5, слом бьет Ф5, слом бьет Ф5. И здесь, значит, опять же, большие серьезные проблемы стоят перед черными. Значит, ну, здесь можно даже еще как-то сильнее, наверное, сыграть. И так далее. В общем, в любом случае, здесь у белых уже, ну, большой перевес. Итак, посмотрим, молодежи 8 сыграли черные. И вот здесь последовал мощный ответ от Владимира Нищука. Он поднял очень сильный ход, ладя Е5. Такая вот жертва качества по Петросяну. Ладя встает на поле Е5 и защищает намертво пешку на поле Ф5. В случае ее взятия вперед пойдет армада пешек. Ладя Е8, ферзь Е3. Ладя Е8, ферзь Ф2. Ладя Е8, Ф6. Ну, здесь, а что делать, собственно? Все фигуры у белых принимают участие в атаке. Слон С8, ладя Е1. Ферзь Д7, слон Ф1. Ферзь Ф7, ладя Е3. Конь Ж6, слон Д3. Не обращает никакого внимания, значит, на ходы черных. Белые просто усиливают свою позицию. После ферзь С7, конь Ф5. Слон бьет Ф5, слон бьет Ф5. Ну, вот здесь уже черные не выдержали терпеть эту ладью на поле Е7. Потому что она еще и дальше может как-то с собой пожертвоваться. Конь бьет Е5, ФЕ. Ладя Ж5, конь Ж3. Здесь еще и слон на поле Д6 завис. Ну и все. Все потерялось. С5, H4. ЦД, ЦД. Ладя Ж8. Значит, ЕД. После ферзь бьет Д6, ладя Е7. Дым развеялся. У белых куча лишнего материала. То есть, атака. Грозит мат на поле H7. Ну и делать нечего. Здесь уже черные просто сдались. Вот такой вот мощный разгром. Учинил Владимира Нищук, значит, Хайку Мартиросяну. Хотя по игре, повторюсь, Хайк Мартиросян на выходе из дебюта имел... Значит, во-первых, применил новинку. Ход Слон Е7 ранее так не играли. И стоял достаточно сомнительно. Затем сумел перехватить инициативу. Воспользовавшись неточностью белых. Загнал ферзя на поле H1. Но потом упустил весь свой перевес вот этим вот ужасным ходом ферзь F6. Ну и дальше Владимир Анищук был абсолютно беспощаден. Ну что ж, таким образом Украина вырывается вперед в матче с Арменией. Но посмотрим, соответственно, что было на других досках. Повторюсь, что на первой доске была зафиксирована на этот момент ничья. То есть Ливон Аронян сыграл в ничью с лидером украинской сборной Василием Иванчуком. Итак, идем дальше. Белыми играл Гранд Милкумян. Черными играл Александр Моисеенко. Итак, на соседней доске у нас также разворачивались очень интересные события. И понятно, что Украина вырвалась вперед в матче. И нужно было, значит, армянской команде срочно делать что-то. Итак, Д4 сыграл Гранд Милкумян. Конь Ф6 ответил Александр Моисеенко. С4 Е6. Конь Ф3. Д5. Конь С3. Слон Б4. Слон Ж5. А6. Слон А4. ДЦ. А3. На доске у нас ферзевый гамбит. Значит, отказанный защита Рогозина. Слон бьет С3. БЦ. Ферзь Д5. Слон бьет Ф6. ЖФ. Конь Д2. И Б5. Играют черные. Это, кстати, новинка. Ранее в партии предшественницы играли Конь Д7. Белые прорывались ходом Е4. Нападали на ферзя. После Ферзь А5. Ферзь С1. Конь Б6. Слон бьет С4. Владя Ж8. Ж3. Конь бьет С4. Конь бьет С4. Получалась такая вот позиция. И белые эту партию выиграли. Итак, после Конь Д2 последовала новинка. Ход Б5. Такой вот жесткий ответ. Черные защищают пешку на поле С4 пешкой. Е4. Ферзь С6. И держат базу. Ну, конечно же, черные, иначе белые подрывают эту пешку. А4. А6. Ферзь Х5. Слон Б7. Слон Е2. Конь Д7. Рокировка. И Ф5. Отвечают черные. Брать нельзя. Ввиду мата на поле Ж2. Слон Ф3. Конь Ф6. Напали на ферзя. И напали на пешку. Ферзь Х4. Конь бьет Е4. И мы видим, что черные точной игрой сейчас уже удерживают. Получается две лишних пешки. Но белые играют ладья Е1. Связывая коня. После ферзь Д6. Конь бьет Е4. ФЕ. Слон бьет Е4. Слон бьет Е4. Ладья бьет Е4. Мы видим, что позиция упростилась. У белых сейчас не хватает одной пешки. Но у черных пешки сдвоенные. После БА. Ферзь Ф6. Ладья Ф8. Ладья Е1. У белых еще и перевес в развитии. И после А3. Ферзь Ф3. Напали на ладью. Король Д7. Ферзь Е2. Напали на пешку. Ладья Ж8. Ферзь бьет С4. Опять же, у черных пока лишняя пешка. Ферзь С6. Они переводят игру в ладейное окончание. Отдают пешку на поле А3. И получается абсолютно равное ладейное окончание. После А5. Ладья А1. Король Б5. Король Ф1. Ладья А7. Ж3. Х5. Х4. С5. Король Е2. СД. СД. А4. Король Д3. Вот здесь наступил критический момент в партии на 35 ходу. То есть, к этому моменту Украина уже выходила вперед. И вот здесь, игравший черным Александр Моисеенко, допускает очень грубую ошибку, позволяющую команде из Армении сравнять счет. Здесь, вместо правильного хода ладья С8, отрезая короля по вертикали С, ничего у белых не получалось. Например, ладья Б1. Король С6. Король С4. Король Д6. Нельзя уходить на вертикаль Б ввиду ладья Б8 и теряется ладья. Поэтому король Д3, но король С6. Ладья А1, король Б5. И никакого прогресса со стороны белых не видно. Позиция равная. Тут еще и черные, как говорится, могут играть на победу. Потому что пешка А достаточно опасная. Но вот здесь после короля Д3 чувство опасности изменило украинскому гроссмейстеру. Он играет король Б4. Казалось бы, вроде бы ход логичный. Следующим ходом сыграем ладья С8. Но это зевок. Потому что белый играет ладья С3, отрезая короля и загоняя его в матовую сеть. Теперь хода ладья С8 нет. Вот почему очень важно было сыграть самим ладья С8. И все. Позиция безнадежная. А что делать? Потому что на А3 следует шах, шах, шах. Такой вот лесенкой белые загоняют короля. Угрожает ладья Б4 мат. Приходится продвигать пешку. Теперь шах, 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 король А5, шах, король Б6. И на шахах теряется ладья на поле А7. Пешка никуда не идет. Белый остается с лишней ладьей и абсолютно выигранной позицией. После ладья С3 было сыграно ладья Д8. И теперь опять же шах, шах. Ладья Б4 грозит, соответственно, выигрыш пешки. Вынуждается ее продвижение. А3. Теперь ладья С3 угрожает мат в один ход линейный. Король А5. Ладья бьет А3. Король бьет Б4. Ладья бьет А7. И в сухом остатке получается так, что белые получают абсолютно выигранное ладейное окончание. Потому что их ладья гораздо активнее. А король не принимает никакого участия в игре. После Ф5, ладья Б7 шах, белые еще отрезают короля. Ну и после этого уже говорить не о чем. Пешки все поедают, белые. Пешка идет вперед. И сейчас мы с вами увидим, друзья, позицию ключевого цукцванга. Вот А7. И все. Цукцванг на доске у черных. Что им делать? Если ладья уходит с третьего ряда, то следует Ф3 шах. И куда бы король не пошел, следует либо шах с поля Ф8, либо шах с поля Д8. Если ладья, соответственно, не уходит, как было сыграно в партии, ладья А2. Вот таким вот образом, не давая пойти Ф3 шах. То следует Ф5. Два восклицательных знака. Ключевой ход, который создает ключевой цукцванг. На король бьет Ф5. Следует шах ладьей и пешка проходит. На взятие пешкой следует шах с поля Е8. Поэтому король Е5 сыграл, значит, Александр Моисеенко. Но после ФЕ сдался, потому что либо пешка Е проходит, либо в случае взятия этой пешки после ладья Е8 проходит пешка Аш. Короче, вот такая вот случилась очень неприятная, скажем так, маленькая трагедия. Украина, значит, опережала команду Армении. И все в партии этой складывалось относительно удачно. Партия должна была закончиться в ничью. Тем более, что ладейные окончания, как мы с вами знаем, не выигрываются. Но вот на ровном месте буквально Александр Моисеенко спотыкнулся и был жестоко за это наказан. Ну что ж, друзья, таким образом команда Украины сыграла с командой Армении со счетом 2-2. Ничья. Лидер, соответственно, в этой схватке не был определен. Ну а мы с вами идем дальше и теперь посмотрим интересные поединки, подобранные на мой вкус. Смотрим. Белыми играл Эрвин Лями, черными играл Люк Макшейн. Команда Голландии играла против команды Англии. Д4 отвечает Эрвин Лями. Конь Ф6 отвечает Люк Макшейн. Значит, С4, Ж6. Конь С3, слон Ж7. Е4, Д6. Конь Ф3, рокировка. Слон Е2, Е5. И на доске у нас страниндийская защита, причем классическая система. Очень редкий гость супер турниров. Рокировка Конь А6, слон Е3, С6. Д5, Конь Ж4. Слон Ж5, Ф6. Слон Х4, Конь А6. И Конь Е1. Очень любил разыгрывать страниндийскую защиту. Экс-чемпион мира Гарри Каспаров. Также, соответственно, Итиму Раджабов. Значит, азербайджанский гроссмейстер очень любил разыгрывать вот это вот начало. И оно действительно очень сложное. Как нельзя, кстати, подходит для того, чтобы попытаться играть на победу черным цветом. С5, Конь Д3, Ж5, слон Ж3 и Ф5. Итак, черные атакуют от собственного короля. После ЕФ слон бьет Ф5. Слон Ф3 последовала новинка от Люк Макшейна, ход Б6. В партии предшественницы, которая игралась между Фабиано Круаной и Дмитрием Кокаревым. Значит, в ЛОО в 2013 году была сыграна партия. Черные отвечали слон Ж6. После слон Е4, Конь Ф5 перестраивали вот таким вот образом они коня со слоном. И после ладья Е1, Конь Б8, Ф3, Конь Д7, Конь Ф2. Белые сумели эту партию выиграть. Ну, повторюсь, потому что белыми играл никто иной, как шахматист номер 2. Значит, всей планеты Фабиано Круана. Но позиция здесь была достаточно интересной. Итак, слон Ф3 играет Эрвин Лями, Б6, новинка. Слон Е4, слон Д7. Ф3, Конь Ф5. Слон Ф2, Конь Д4. Черные ставят коня на поле Д4. После А4, Конь С7. Слон Е3, ладья Ф7. Конь Ф2, слон Ф8. Слон Д3, слон Е7. Конь Е4, Король Аш8. Позиция абсолютно неясная. И, кстати, компьютеру при оценке этой позиции абсолютно не нравится то, что делают черные. Он говорит, что у белых здесь оценка практически плюс 2. Но, мне кажется, это связано с тем, что компьютеры как раз очень редко понимают вот этот самый дебют. Страндийская защита, которая таит в себе очень много тонкостей. Зачастую компьютер просто недосчитывает. И не учитывает динамические факторы. Итак, Конь Б5, играют белые, пытаясь выпихнуть коня с поля Д4. Конь Е8, Конь бьет Д4, СД, слон Д2. Конь Ф6, играет здесь Люк Макшейн, жертвуя пешку на поле Ж5. Можно было сыграть А5, но в этом случае после А4, белые подрывали фланг королевский. И в случае взятия играли Ф4. После Е в слон бьет Ф4 два слона у белых оживали. Ладья Ж7, ферзь Д2, Х3, Ж3. И получалась вот такая вот очень интересная, сложная позиция, которая, опять же, повторюсь, оценивается компьютером как явно в пользу белых. Но пока материалы поровну. Скорее всего, она оценивается почему. Пешка на поле Д4 теперь слаба. Белые в перспективе как-то отведут слона, будут на эту пешку нападать. Пешка на поле Х3 также не очень-то особая и сильная. Но конь Ф6 играет Люк Макшейн, играет на победу. После конь бьет Ж5, ладья Ж7, Ф4, ферзь Ж8. Играет здесь Люк Макшейн, играя действительно с огнем, потому что черные пытаются создать атаку, где-то сыграть А6 и продавить белых по вертикали Ж. Ну и вот здесь действительно человеку страшно в такие позиции идти. А компьютер говорит, что белые здесь вообще выигрывают. Вместо хода ферзь Е2, человеческого, защищающего пункт на поле Ж2, железный монстр говорит, что можно играть просто ФЕ. И теперь после ДЕ играем Д6, вскрывая игру, на слон Д8. Ну понятно, что брать на поле, значит, Д6 нельзя, потому что провисает конь. А теперь после слона Д8 играем ферзь Ф3, не только защищаясь от угрозы А6, но также еще и атакуя ладью на поле А8. Ну вот он, железный монстр. На ладья С8 играем просто А4, и здесь у белых позиция с явным перевесом. Но ферзь Е2 сыграл по-человечески. Эрвин Лями, ладья Е8 последовала. Слон Ж4 еще можно было сыграть. Ферзь Ф2, конь А5. Вот таким вот образом черные могли здесь наседать. Правда, после конь Е6, слон бьет Е6, ДЕ, конь бьет Ф4, слон бьет Ф4, ладья Ф8 находится очень симпатичный трюк за белых, ход слон бьет Е5. Жертва ферзя, но брать ее опасно. В случае неправильного хода ладья бьет Ф2 мы забираем. И теперь просто получается окончание в итоге явно в пользу белых. То есть две ладьи за ферзя, разноцветные слоны и две ладьи здесь в этой позиции, конечно же, гораздо сильнее, нежели ферзь черных. Поэтому после хода ладья Ф8, слон бьет Е5, надо играть ДЕ. Ну и здесь после ферзь Е2, ферзь бьет Е6. Получалась вот такая позиция, сложная, с тяжелыми фигурами и разноцветными слонами. Примерно равная, но опять же бездушная железяка говорит, что у белых все равно почему-то здесь перевес. Ну, так как говорится, бог ему судья. Итак, после ферзь Е2 ладья Е8 играют черные. Ладья Е1, конь Ж4. И вот здесь после короля Х1 наступил критический, кстати, момент в партии. Белые здесь добивались большого перевеса, играя конь Е4. Вот именно таким образом. То есть слон Х4, Ж3. И теперь что делать черным? Вся их дальнейшая, соответственно, ну, вся их предыдущая игра была направлена на атаку. И здесь в случае конь бьет Х2, такого красивого пролома, король бьет Х2, слон бьет Ж3. Конь бьет Ж3, ладья бьет Ж3 с угрозой мата на поле Х3. К сожалению, вся эта идея парируется одним ходом ладья Ф3. И теперь никакого мата нет. Белые грозят упростить позицию. Надо играть ЕФ, нападая ладьей на ферзя. Ну, после Ф2 дым рассеивается. Ладья Е5, последний шанс попытаться дать мат. Поэтому вынуждается размен. Взяли, взяли, взяли. Но в сухом остатке, опять же, белые остались с лишней фигурой. Эту позицию они должны, конечно же, выиграть. Хотя, опять же, повторюсь, не без труда. Итак, король Х1 играет Эрвин Лями. И после этого инициатива полностью переходит в руки черных. ЕФ играют черные, угрожая скрытым ударом. Конь Е6. Слон Х4, нападая на ладью. Ну, и вот здесь совсем поплыл, значит, голландский гроссмейстер. Единственный ход здесь позволял держаться. Это ход слона Ф5. Но поднять его в цейтноте, а это уже был 34-й ход. А повторюсь, что контроль у нас после 40-го только. Ну, здесь уже было абсолютно нереально поднять такую идею. То есть идея в чем? Что мы жертвуем качество после слона Бьет Е1. Слон Бьет Е1 зависает у черных все на свете. Зависает конь. В воде некуда уйти, чтобы конь не пропал. Надо играть конь Е3. Теперь просто забираем на поле Ж7. В случае взятия на Ф1 находится взятие на поле Е8. Поэтому ферзь Бьет Ж7. И здесь все меняем. Бьем. Конь Бьет Ж2. Такой красивый тактический трюк. Но водя Е4. И получается в сухом остатке ферзевое окончание после Б3. Если бьют черные на Б3, то личный шаг объявляют белые. Ну, а после ферзь Д7, ферзь Е4 позиция все равно без пешки. В ферзевом окончании у белых. Но это ничья мертвая. Потому что пешка на поле Д4 рано или поздно потеряется. И таким образом здесь будет зафиксирована ничья. Но после слона А4, критический момент в партии. Повторюсь, ход слона Ф5 не нашел. Эрвин Лями. Ну и мало бы кто, соответственно, нашел. Он сыграл слон Бьет Ф4. И после этого Люк Макшейн проводит великолепную комбинацию. Он берет на Е6. И ладья Бьет Е6. Венчает, соответственно, эту партию. Очень красивый удар. Теперь в случае взятия ладьи следует Конь Ф2, шаг. Король Ж1. Ладья Бьет Ж2, шаг. Король Ф1. И ладья Ж1, шаг. В случае Король Е2 теряется защита Ферзя. И после Ферзь Бьет Е6 черные выигрывают. А в случае взятия Коня следует Ферзь Ж2, мат. Вот такой вот красивый, значит, вариант. Поэтому после Ладья Бьет Е6, такого мощнейшего вот удара, пришлось играть Ферзь Д2. Но после этого Конь выцаряется на поле Е3. Черные полностью доминируют. Вторгаются. Ну и здесь уже все. Пришлось менять Ферзей от греха подальше белым, чтобы не получить мат. Ну а здесь черные еще выигрывают и пешку. Затем забирают Ладью. И остаются с чистым лишним качеством. После Короля Ф7 на 47-м ходу Эрвин Лями признал свое поражение. Очень красивая, интересная партия. Люк Макшейн применил в страны индийскую защиту. И действительно в очень красивом таком вот стиле победил. Понятное дело, что Люк Макшейн играл некорректно. Но кого это волнует, когда Люк Макшейн в итоге все-таки победил. А чтобы, соответственно, использовать эту некорректность, нужно быть действительно компьютером. Ну что ж, друзья, мы с вами идем дальше и посмотрим самую красивую, на мой взгляд, партию четвертого тура на командном чемпионате Европы. Белыми играл Рауф Мамедов, черными играл Ирис Точек. Команда Азербайджана играла против команды Чехии. Е4, С5. С3, Конь Ф6. Е5, Конь Д5. Конь Ф3, Д6. Д4, СД, СД. Е6, С4. На доске у нас сицилианская защита. Вариант Алапина. Конь Б6, СД3. Конь С6, ЕД. Конь Б4, СЕ4. Слон бьет Д6, Конь С3, Ф5. Слон Б1, рокировка, рокировка. Итак, обе стороны закончили развитие. После СД7, Ладья Е1. Ладья С8, СЖ5. Позиция примерно равная. Ферзь С7, А3. Конь Д5, СА2. Конь бьет С3, БЦ. Ладья Е8. И белые прорываются ходом Д5. Жертвуя временно пешку, после ЕД, Слон Е3. Слон С6, Ферзь Д3. Напали на пешку на поле Ф5. И черные решили эту пешку отдать. Конь С4, Ферзь бьет Ф5. Конь бьет Е3. ФЕ, Ферзь Ф7, Ферзь Д3. И вот здесь черные ошибаются, играя Ферзь Х5. Правильно и точно здесь было сыграть Король Х8, уходя из-под вот этой самой неприятнейшей связки. После Е4, может быть здесь не сумел оценить последствия этого прорыва. И листочек. Слон С5, Шах, Король Х1. Ладья бьет Е4. И здесь очень красивый вариант. Конь Е5. Напали на Ферзя. Ферзь Х5, Конь Ф7, Шах. Теперь в случае ухода Короля следует ладья бьет Е4. Поэтому заманиваем Ферзя на поле Ф7. Бьем на поле Е4. Выигрывая тем самым качество. Вот так красиво. Но анализ показывает, что после всех точнейших ходов, черные эту партию не рискуют проиграть. Потому что пешка на поле Д2 чрезвычайно сильна. Она защищена слоном с поля Е3. И позиция получалась с лишним качеством. Но выиграть эту позицию белым было не суждено. Ферзь Х5 же сыграл сразу. И листочек. Последовал Е4. Такой вот прорыв. Теперь пользуемся тем обстоятельством, что связка. И вот здесь черные совсем уже поплыли. Сыграли слон бьет А3. Это ошибка. Правильно было играть ладья Д8. И здесь в случае вот этих всех разменов получался эншпиль. Значит, ладья и конь против ладьи и слона. И здесь даже у черных, мне кажется, есть шансы на победу. После А5. Пешка А опасная. Слон сильнее коня. Здесь можно еще было, что называется, даже черными поиграть на победу. Но слон бьет А3. Сыграл так и листочек. Последовал король Х1. Король Х8. Взятие пешки. Слон Д7. Д6. Ладья Д8. Ферзь Д5. Размен. Размен. Ладья Е1. Ладья Е1. И вот здесь уже действительно грубо ошибается и листочек. Здесь правильно было играть не ладья Е8, как он сыграл. А А6, не пуская коня. И, соответственно, в случае конь Е5, уводим короля из-под шаха. Король Х7. Здесь позиция была бы примерно равной, потому что в итоге черные забирали пешку на поле Д6, отыгрывали ее и получалась примерно равная позиция. Но после ладья Бьет Я1 был сыгран на ладья Е8. И после точного хода конь Е5 выяснилось, что брать пешку на поле Д6 нельзя. В этом случае, понятно, следует конь Ф7 и сразу же победа. Потому что король заманивается под вскрытый шах, ну и здесь теряется сразу же все на свете. Поэтому после конь Е5 был сыгран на Ж6. Но ладья Е4. Точный ответ. Теперь уже грозит взятие слона на поле Д7, потому что ладья с поля Е4 защищена слоном. Ладья Ф8. Полностью растерялся здесь и листочек. Срочно нужно было жертвовать качество. Забирать на поле Д6. Но после ладья Е1, Б6 позиция белых технически, конечно же, выиграна. Потому что лишнее качество есть лишнее качество. Но ладья Ф8 сыграл и листочек, и Рауф Мамедов, верный своему стилю, очень быстро добился выигранной позиции. Смотрите, пока сейчас брать на поле Д7 нельзя, ввиду того, что мат грозит. Но Ж4. И висит слон. Делать нечего. На ладья Д8 уже следует просто вилка. Слону некуда отходить. Он атакован. Слон Б5, С4 попали под темп. Слон А4. Конь Ф7, шах. Король Ж7, ладья Е7. Белые фигуры полностью доминируют. Ну и здесь черные совсем растерялись. Правда, спасения уже не было никакого. После ладья Б8, конь Ж5, шах. Сдался и листочек. Потому что после король Ф6 следует очень красивый мат. Конь бьет Х7. А в случае хода король Х8 следует мат. Ладья бьет Х7. Ну и в случае хода король Х6 следует тихий задачный ход Х6 с кучей идей. То есть грозит мат на поле Х7. На ладья Х8 самое простое. Это, конечно же, просто дать вилку и выиграть опять, соответственно, очень быстро и легко. Таким образом, Рауф Мамедов, значит, обыгрывает чешского гроссмейстера и листочека. И на данный момент команда Азербайджана выходит вперед. Ну а теперь, соответственно, мне не остается, друзья, ничего иного. Как вместе с вами посмотреть результаты всех участников. Кто как со всем, значит, с кем сыграл. И подвести итоги. То есть посмотреть теперь, кто какое занимает место в турнирной таблице. Результаты участников командного чемпионата Европы. Армения сыграла с Украиной 2-2. Англия, Голландия 2,5 очка на 1,5. Причем решающую победу принес как раз Люк Макшейн. Партию, которую мы сегодня с вами могли наблюдать. Турция проиграла России со счетом пол очка на 3,5. И не мудрено Россия во всех своих партиях была с перевесом. Ну и действительно, по рейтингу Турции нам уступает значительно. Команда Азербайджана обыграла команду Чехии со счетом 2,5 на 1,5. Команда Испании проиграла команде Хорватии со счетом 1,5 очка на 2,5. Команда Греции проиграла Германии со счетом 1,5 очка на 2,5. И команда Грузии проиграла команде Словении со счетом 2,5 очка на 2,5. Все остальные результаты вы можете сейчас видеть на ваших экранах. Положение стран после четырех туров следующее. Первое место занимает команда Армении. Второе место занимает команда Украины. И вплотную к ним приблизилась наша российская команда, которая сейчас идет на третьем месте. На четвертом Англия, на пятом Азербайджан, на шестом Голландия, на седьмом Швейцария, на восьмом Хорватия, на девятом Германия и на десятом Словения. Друзья, если обзор вам понравился, то поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал, включите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале. Если вы вдруг пропустили обзор предыдущего или хотите посмотреть обзор следующего тура, то щелкайте по конечным заставкам, расположенных слева и справа от меня. Щелкайте на круглую кнопку с изображением фигурного коня, расположенную прямо посередине, чтобы подписаться на канал. Обязательно при этом не забудьте включить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о выходе новых видео. Встретимся на обзоре следующего тура. Счастливо!